Праздник Пурин. Очень большой праздник и благословенный. И вот об этом празднике нам рассказывает сегодня брат Николай. Днадцать брат Николай еще не расскажет за праздника Пурин. Шалом, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Шалом, скопи братья и сестры. У меня тоже есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. А срочно с вами Новый Завет и Старый Завет. Очень удобно. Едешь в метро или в транспорте, читаешь Новый Завет. Когда я подумал в транспорт, могу да се читал Новый Завет. Не случайно два праздника совпало. Прекрасный праздник, еврейский праздник, Пурим или Пурим. Не случайно два праздника собрали Пурим. И 8 марта. И 8 марта. Ну, есть, скажем так, Клара Цеткина и Роза Лексембург придумали, ну, назначили 8 марта именно 8 марта, потому что это было как раз вот в канун праздника Пурим. И 8 марта точно на тази дата, защото в този день има и праздник Пурим. Чтобы можно было праздновать и Пурим, и 8 марта тоже. За да може да празднуват Завет на 8 марта и Пурим. Друзья, мы сейчас поговорим немножко о уроках книги Эстер. И сега ще поговорим малко за уроки от книгата Эстер. Все книги в Библии, они очень современные. Всички книги в Библии-то са доста современни. И в книге Эстер много уроков, мы поговорим только о нескольких основных. И в книгата Эстер има много уроки, обаче не ще поговорим само за няколко у тях. Пожалуйста, следующий. Следующий слайд. Один из главных уроков, это то, что, несмотря на то, что в книге Эстер имя Господа, вообще слово Господь, не упоминается ни разу. Имя-то Эстер не се упоминава ни то видна шоу. Но мы видим, что книга повествует именно о раскрытии Божьей победы. И один из уроков, то, что Божьи планы, Божья воля совершаются при любых обстоятельствах. Следующий, пожалуйста. Вот обратите внимание на это место Писания, это не свитка Эстер. И сказал Господь Аврааму, я благословлю благословляющих Тебя, а злословящих Тебя проклину. Вот обратите внимание, тут по-болгарски тоже есть перевод. И мы перевод на болгарский. Благословляющих Тебя благословлю. Казалось бы, логично было бы проклинающих Тебя проклину, да? Но слово, которое там на языке оригинала, это... Умайка ляльха, оно означает, ну, как один из вариантов злословящих. То есть даже злое... Даже любое злое слово... Даже всякое злое слово... В отношении еврейского народа... В отношении на еврейский народ... Насмешка над евреями... Някакая подигравка над евреями... Анекдот... Някаков виц... Амэн. Они могут вызвать, и скорее даже всего вызывают, как говорит Библия, проклятие Господа. Те могут предизвикат проклятието на Господь. Очень важно исследовать, нет ли таких проклятий в вашем роду. И много важно да исследуем и делимыми подобные проклятия в наш род. И, ну, скажем, лицам, принимающим решения на уровне страны. И лицата, които приемат решения на него, то на державата. Очень важно покаяние в антисемитизме и в Холокосте. И много важно да се покаят в антисемитизме и Холокост. Понимаете, да, почему я это говорю? То есть, в истории книги Эстер, там говорится, ну, рассказывается о том, что злодеи, пришедшие к власти, задумал уничтожить Божий народ, и даже несмотря на то, что этот Божий народ достаточно в большой степени ассимилировался. И, тем не менее, Господь любит свой Богом избранный народ. И, вопреки това, Господь обича избрание от народа. Защищает его и благословляет. И го защитава и го благославя. Я не знаю, читали ли книгу Эстер «Национал-социалисты». Но история показывает, что даже мощная империя, национал-социалистическая немецкая, германская империя, сошла с карты истории. И я верю, что это только потому, что они попали под проклятие Бога, когда приняли решение, как Аман, уничтожать Богом избранный народ. Следующее, пожалуйста. Очень важно... Один из важных уроков, я считаю, этой книги Эстер, в том, что каждой семье, которая каким-то образом, ну, с предки, каким-то образом причастны... К антисемитизму и Холокосту. Очень важно снять это покрывало молчания и принести покаяние Богу. Чтобы освободиться от проклятия. В том числе, это важно сделать в стране. Даже, вот, обратите внимание, даже маленькая страна Финляндия, в которой было выдано, там посчитан каждый еврей, было направлено в концлагеря всего лишь 10 евреев. Когда они принесли покаяние в антисемитизме, в этой стране наступил расцвет. Низкий поклон болгарскому народу и низкий поклон предбулгарский народ за спасение во время Второй мировой войны за спасение во время Второй мировой войны почти 50 тысяч евреев. На почти 50 тысяч евреев. Казалось бы, нужно ли Болгарии покаяние в антисемитизме? Далее нужно Болгарии до сих покаяния в антисемитизме. Проблема в том, что этих 50 тысяч евреев спасло не правительство, а спасло общественность и в первую очередь церковь. Влияние церкви тогда было очень велико, в том числе на царя Бориса. В том числе на царя Бориса. И, ну, это, как это сказать, мнение общественности побудило царя Бориса наложить вето на уже готовый закон, готовый закон, который принят был большинством людей в правительстве. Об отправке болгарских евреев в концентрационные лагеря. Мы знаем из истории, что, да, 50 тысяч евреев было спасено. Но на территориях, которые отошли к Болгарии, Болгария была союзница Германии во Второй мировой войне. И то, что Болгария предоставила территорию для того, чтобы войска оккупировали соседние страны, Грецию, Македонию, Сербию. Болгария предоставила территорию за оккупацию. Северная Греция, территория Северной Греции, Северная Македония, Сербия отошли под управление Сербия, под управление Болгарии. Сами на ли под управление на Болгарии. И из этих трех территорий 11 343 евреев были отправлены в концлагерь, и там погибли. 4 тысячи евреев я слышал такое оправдание. Ну, из этих 11 тысяч всего лишь 4 тысячи евреев были собраны в концентрационный лагерь на территории Болгарии. И далее были направлены в город Лом, где были погружены в баржи. Баржи и корабль. Короб. И отправлены по Дунаю в концентрационный лагерь. Ну, да, остальные 7 тысяч евреев не были транспортированы через Болгарию. Но они были отправлены в лагеря опять же при координации руками болгарских граждан. Ну, и я вам скажу, что это оправдание, что всего 4 тысячи евреев было направлено через территорию Болгарии. Тоже для меня, честно говоря, 4 тысячи. Много это или мало? На фоне 6 миллионов людей на фоне 6 миллионов евреев, которые были погублены. Конечно, вроде бы не очень много. Но представьте, 4 тысячи человеком. Следующий, пожалуйста, слайд. Дорогие друзья, во все времена очень важны люди, которые могли бы быть проводниками Божьей воли. И вот книга Эстер говорит о таких людях. Мордохей и Эстер. Мордохей не поклонился этому злодею, лидеру, который издал указ, что ему необходимо поклониться как царю. И он объяснил, что я иудеянин. Я иудей, и я поклоняюсь только единому Богу. Это спровоцировало активные действия Амана по подписанию царем Артаксерсом указа об уничтожении всех евреев. царя наука за уничтожение на всех евреев в 127 странах, которые в то время составляли Персидско-Медийскую империю. и сегодня будет сценка. Мы с вами вместе окунемся в события старины той глубокой. И я не буду сейчас подробно говорить про это, рассказом но Мардхай именно были казнены. Пожалуйста, следующий. Вот каким мне очень нравится это место писания, очень хотелось бы его прочитать. И сказал Мардхей в ответ Эстер. Эстер, он сказал, что тебе необходимо пойти к царю и сказать, что ты Эстер это жена царя Артаксерса. Сказать, что ты принадлежишь любимой жены, кстати говоря, царя Артаксерса. Еврейка, которая до поры не говорила, что она еврейка. Но когда Мардхай сказал, что тебе нужно пойти к царю и сказать, что ты принадлежишь к еврейскому народу, и указ, который подписал царя Артаксерс, касается ее тоже. Но приходить просто на мужскую половину дворца, приходить к царю без приглашения, Библия говорит, что в то время это каралось смертью. И царица Естер естественно ответила Мардхай, что ты же знаешь, что меня там ожидает смерть, но как я пойду к царю? и царицата и царицата из Тер разбира си казвала на него, че это приключи с смерть, как от него. Но Мардхай, я верю, что он получил пророческое слово от Господа, потому потому как его дерзновение и смелость в его поступках по-другому трудно объяснить. И вот он сказал такую фразу, если ты не будешь проводником этой Божьей воли, если ты не пойдешь к царю и не скажешь, то Господь выполнит свой план через другого человека. Все планы Божьи мы видим через всю историю в Библии и через историю наших стран все планы Бога выполняются. И хочу обратиться к тем, кто кого коснулось, сердце кого коснулось, коснулось вот это призыв о снятии покрывала молчания в вашей семье, в вашем роду или в Болгарии в целом. Каждый человек важен слово каждого человека. Важен голос каждого человека. Я верю, что если в Болгарии будет покаяние, в антисемитизм и в холокосте, то в этой стране будет исцеление. В этой стране будет пробуждение. И раскрытие Божьей победы во всех сферах. Следующий, пожалуйста. Вот задайте вопрос, нужно ли моей семье, покаяние в антисемитизме и в холокосте. Я обращаюсь к представителям всех народов. Я сам украинец и я из Киева. Наше правительство тоже пока не принесло покаяние Богу в холокосте. не принесло покаяние в погромах во всей этой истории, во всех злодеяниях в отношении еврейского народа за всю историю Украины. То, что сейчас происходит в Украине, это война, это мы пожинаем эти злодеяния. мы пожинаем последствия этих проклятий. И если вы задали такой вопрос и ответили положительно, можете написать нам, мы можем объединяться и содействовать в процессах покаяния в Болгарии, в Украине, в других странах. в любом мессенджере вы можете написать нам ответ на этот вопрос. Если вам нужна молитва, покаяние, или вы готовы быть мордыхаем нашего времени, быть эстер нашего времени, и готовы участвовать в этом процессе покаяния. Пожалуйста, напишите. Следующий, пожалуйста. Хотелось бы еще поговорить об уроках книги Эстеры. Один из главных уроков это то, что Илей или Масло, как в притче нашего Господа о разумных и неразумных девах, один из главных уроков за Илея, и как то се казал на притче за разумные и неразумные или масло нужно готовить заранее. Хочу сказать, что когда началась война 24-го, февраля прошлого года, мы были в Киеве, мы слышали эти взрывы, и хотя нам заранее говорили, разведка и пророки говорили, что будет война. Мы не верили, что в 21-м веке такое возможно. И хочу сказать, что только к вопросу, что Илея нужно, что такое Илея или масло? Это исполнение Духом Святым, да? Это служение Богу, это ваша молитвенная жизнь, ваше тесное отношение с Господом. Важно, чтобы они были в период такой катастрофы, как эта война. Важно, чтобы масла Илея было достаточно. И вот у меня, конечно, первой моей мыслью, когда я осознал, что это реальная война, у меня было желание вывести мою семью подальше от этой войны в какую-то страну. Я молился, наверное, почти сутки. Господь мне сказал, что сейчас время Господне благоприятно. время и тебе нужно идти к людям. Люди сейчас очень открыты для Господа. Я задал вопрос, почему время Господне благоприятно? Война, люди погибают. Господь мне ответил, что война в мирное время гораздо страшнее. у нас у всех благополучная жизнь, у нас мирное небо, у нас не пугают сирены или ракеты, или взрывы, но духовная война, она ни на секунду не прекращается. и огромное количество людей идет прямиком в преисподние. Хочу сказать, что мы три месяца, пока люди в Киеве жили в подвалах, в метро, мы кормили этих людей, привозили горячий обед, и молились за этих людей. Мы считали до двухсот, мы еще считали, потом перестали считать, двести было молитв покаяния, но и гораздо больше. За три месяца приняли Господа своим спасителем двадцать два еврея. Такого не было ни в одном году, я давно, уже много лет занимаюсь еврейским служением. Я вам хочу сказать, что очень важно нам в этой ситуации, в любом кризисе и катастрофе, им им достаточно масла, чтобы услышать призыв Бога и оказаться там, где Он хочет, где Он хочет вас использовать, именно вас, быть проводником Божьей воли. Дальше, нам всем необходимо быть вместе. Знаете, Библия много раз приводит примеры, чтобы люди Божьи, Божьи дети были вместе, вместе молились, и только вместе мы получаем особое излитие Духа Святого. Вот нам в Украине очень помогло, очень помогло то, что мы были в общине. У нас киевская еврейская мессианская община, это больше двух с половиной тысяч человек, и вот мы во время войны не пропустили ни одного шаббата, ни одного эры в шаббате. Мы были вместе, мы помогали друг другу молитвой, социальной помощью, продуктами, питанием, лекарствами и так далее. И мы стояли в проломе в молитве за наш город, за нашу страну, за нашу страну. Честно говоря, в начале было немножко страшновато, когда танки были уже на окраине Киева, танки ездили по Абалони, это практически чуть ли не в центре Киева. И хочу сказать, я имею вражеские танки. Вражеские танки были уже в городе. У нас мы не только служили людям в метро и в подвалах, мы помогали развернуть полевой госпиталь, мы объединились территориальную оборону, готовы были всячески способствовать, не убивать врагов, но всячески способствовать Божьей победе. по всякакъв начин да подпомогнем Божьей победе. Потому что я врач, я был замначальник этого полевого медицинского госпиталя. хочу сказать, что Господь, когда мы вместе друг друга ободряли и передавали друг другу вот эту уверенность в Божьей победе, можем да се подкрепим и да се преддаваме тази сигурност Божьей победе. И еще один урок это очень важно держаться за Господа, уповать полностью на Него, стремиться к близким отношениям с Господа, стремиться к слышанию Его призыва, Его Слово. Его Слово, которое мы получаем, оно обязательно исполнится. Потому что сами по себе мы просчитать будущее не можем. Нам эксперты из Америки говорили, что Киев будет сдан за 4 дня. И это только усилило нашу молитву. Я вам хочу сказать, что Господь сделал все по-другому. Искам докажет, что Господь направил все по-другому. Киевская область вдруг была освобождена от наших захватчиков. Черниковская область, Сумская, Осенью, Харьковская область, Харьковская область, Николаев. Удивительно, знаете, вот через Николаев несколько раз, через весь город Николаев, несколько раз танки проходили, проходили, но пытались идти на Одессу. Господь освободил и Николаев, и Харьковская область. Кто бы мог это просчитать? Никто. Очень важно быть вместе. Очень важно держаться за Господа. И быть проводником Его воли, быть в том месте, где Он хочет, чтобы мы были. Следующий, пожалуйста, слайд. Хотел бы еще по поводу того, что нам важно быть вместе. Хотел бы еще обратиться к русскоговорящим людям. Неважно, из Украины, из России, из Литвы. Всем русскоговорящим людям. Если мы думаем, что здесь, в Болгарии, мы нашли какое-то убежище, где не может быть никакой войны. Учитывая, что это Евросоюз, что это НАТО. Хочу вам сказать, смотрю я на это, как развиваются события во всем мире. Хочу вам сказать, что мы можем с вами очень ошибиться. и я бы вас хотел призвать давайте собираться все вместе, чтобы на нас, на всех вместе изливался особенным образом Дух Святой. И чтобы мы были готовы к последнему к последнему времени. И не дай Бог какой-то катастрофе в Болгарии, в Европе и во всем мире. Есть такая интернациональная церковь для русскоговорящих, в которой есть представители всех народов. Приходите и будем вместе. будем вместе возрастать в нашем слышании Господа, в искании воли Божьей для нас лично, и в получении Его Духа Святого, и Его благословения. Хочу сказать, в этой церкви, даже для евреев есть место. Казалось бы, при чем тут евреи и христианство? Но по субботам здесь проходят шабаты. По всем традициям. В радости. В силе Духа Святого. Поэтому всех евреев приглашаю по субботам на шабаты. По всички евреи в субботу за шабат. В интернациональную церковь на скале для всех народов. Друзья, а сейчас на этой ноте хотелось бы перейти к празднику Пурию, к празднику раскрытия Божьей победы и спасения всего еврейского народа и спасения всего Божьего народа. Мы с вами в новом завете. Мы все с вами иудеи по духу. Мы все с вами суть сыны и дочери Авраама. И мы все с вами один Божий народ. Поэтому будем жаждать раскрытия Божьей победы для всего Божьего народа. Теперь, чтобы поддержать наших актеров, есть такая традиция. Когда вы услышите слово Мардыхай, хлопайте, встречайте Мардыхая аплодисментами. Эти аплодисменты в первую очередь нашему Господу, который выбирает самых неподходящих казалось бы людей и использует их в своих Божьих делах. Как всех нас. Когда мы услышим слово Аман, Пожалуйста, стучим ногами, стучим ногами, да, и либо трещотками для того, чтобы высказать, для того, чтобы высказать наше отношение к этим Аманам с маленькой буквы, к этим Агагам, Амалийкам, всем этим злодеям этого мира. Путиным в том числе. Мы любим Путина, Господи, призови Путина в свою семью, пусть он уже примет тебя своим Господом и остановит уже эти безобразия. Да, и покаяться, конечно. Друзья, поэтому давайте поаплодируем нашим актерам. Аплодируем нашим актерам.